326-й федеральный закон обязывает медицинские организации, участвующие в системе ОМС, иметь сайты и размещать на них соответствующую информацию. 337-й федеральный фонд ОМС дал разъяснение о возможности использования средств ОМС по администрированию сайтов. Из данного ответа следует, что расходы, связанные с администрированием сайтов, созданных в информационно-просветительских целях в сфере ОМС, могут быть оплачены за счет средств ОМС. Какие рекомендации можно дать к данному ответу? При обращении к сторонним организациям, создающим сайты в техническом задании, должны присутствовать именно те разделы, которые отвечают 326-му федеральному закону. В дальнейшем администрирование сайтов, под которым подразумевается внесение изменений, дополнений, наполнение контентом, также должно содержать условия договорные, из которых утекает, что вся эта деятельность связана с системой обязательного медицинского страхования. Например, к услугам сторонних организаций можно обращаться за подготовкой контента, овостей, о работе медицинской организации в системе ОМС. Что это может быть? Используем медицинские технологии, результаты оказания медицинской помощи, интервью пациентов о результатах оказания медицинской помощи, сведения о проведении внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности, информация о повышении квалификации сотрудников, то есть все богатство медицинской информации, которое имеет отношение к системе обязательного медицинского страхования. Главное, вот эти составляющие правильно указать в договоре по администрированию сайта, если медицинская организация самоподобными действиями не занимается. Если необходимо грамотное составление договора по администрированию сайта, обращайтесь в Центр медицинского права. Потому что если документы будут подготовлены неверно, при проверках контролирующие органы могут обвинить медицинскую организацию о нецелевом использовании средств ОМС. А это совершенно ни к чему. Продолжение следует...